Он расширил ее площадь. Эта площадь расширенная, она не обладает никакой святостью совершенно. Тем не менее, люди, которые поднимаются, они опускаются в миху для того, чтобы снять с себя ту ритуальную нечистоту, которую возможно снять. Ритуальную нечистоту, которая вызвана прикосновением к смертвому и которая распространена во всем народе. И сегодня, естественно, ее снять невозможно. Но никто не заходит даже туда, где могут быть дворы и храмы. Поэтому спор здесь может быть только политический, а не галактический. В галактической точке зрения не может быть никаких возражений. Нужно сказать, если кто-то присматривается к современному еврейскому миру, то нужно заметить такой момент, что есть вещи, которые галахически не обосновываются. А вот галаха. Галаха такая-то и такая-то, потому-то и потому-то запрещено подниматься на храмовую гору. В каких местах, где там, скажем, да. А может быть, возле стены плача тоже нельзя быть. Нужны галактические определения строгие. Никаких строгих галактических определений нет. Все это политические соображения. Тем людям, которые запрещают подниматься, запрещают подниматься, у них нету галактических соображений. Это исключительно политические соображения. Теперь, то, что, скажем, касается общего взгляда на вещи, то, чему нас учит хану, и то, что касается общего взгляда на вещи, всегда людям кажется, что они несут ответственность только за то, что они сделают. Они несут ответ, люди несут ответственность за то, что они не делают. Когда человек, скажем, когда человек тонет, а кто-то ему не подает руку, такой крайний пример, то он ничего не делает. Но он же несет ответственность за то, что он не делает. Когда, это один пример, другой пример, когда на глазах у человека происходит, вот, Натан, добрый вечер. Я вижу, что Натан подключился. Да, я с вами, все отлично. Вот, если хочешь, можешь включить запись там, вот тогда, как бы, да, я не знаю. Да, да, я включил, я включил, я включил. Я включил, да, отлично, да. Теперь, человек, да, понимаете, все зависит от взгляда на вещи. Вот, скажем, иудаизм, и все, и Галаха, и правила, да. Да, есть, есть книга, и есть человек, да. Человек читает книгу, он воспринимает ее так-то и так-то, да. А другой воспринимает совершенно иначе. Есть то, что называется приоритеты ценностей, акценты, которые расставляются, расставляются по-разному. Я бы сказал, есть правильная расстановка акцентов, а есть неправильная расстановка акцентов. Вот, если мы вернемся к этому моменту, да, то общий такой взгляд на вещи, который распространился в иудаизме, да, это Галаха, шеб, вальта, асэ, сиди и не делай. То есть лучше, ну, когда ты не знаешь, к чему приведет твое действие, разрешено ли оно с точки зрения Торы, лучше сидеть и ничего не делать. Это посылка, глобальная посылка, которая есть в Гемаре, есть в Галахену. Вопрос, когда она применяется и как она применяется. Шеб, вальта, асэ, ничего сиди и не делай. Она была одной из основ, которая привела к тому, что еврейство осталось в Европе, и не было религиозного призыва встать, подняться и, по крайней мере, оставить Европу, я уж не говорю о том, чтобы заселить землю Израиля. Шеб, вальта, асэ, сиди и не делай, да, сиди и не делай. Ты же не знаешь, к чему приведет, там, что там с этой Палестиной, там, и так далее, да. Вот, лучше сидеть и не делай. Понятно, что Галаха применяется к разным ситуациям, применяется по-разному. Мы с вами сегодня, глядя ретроактивно на Европу, на катастрофу, можем сказать, что эта посылка сиди и ничего не делай была совершенно неправильной. Абсолютно неправильной. И, скажем, да, вот одна из литовских ешив, хорошо известных, встали все вместе, поднялись и с большими трудностями добрались до Шанхая. И таким образом, таким образом спаслись. Да, это ешиват-мир, так называемый ешиват-мир, она сегодня есть, существует в Иерушалиме, хреггин и ешиват. Встали, сделали все возможное, чтобы оставить пределы Европы, оставить Литву. И добрались до Шанхая, спаслись таким образом. Мы видим, что посылка Шеп-Альта-Ассе сиди и ничего не делай, она не всегда верна, ей пользуются до сих пор. Тоже самое в плане храмовой горы. Можно сказать, да, сиди и ничего не делай. Очень, очень серьезный, очень серьезный, очень серьезный запрет подниматься на храмовую гору. Он связан с, то, что называется, карет, отсечением души. Если человек поднимается в нечистоте на храмовую гору, поэтому ты не знаешь, где точно границы храмовой горы, сиди и ничего, сиди и ничего не делай. Эта посылка, она была тоже очень, привела к очень тяжелым последствиям. После шестидневной войны целый ряд авторитетов, высоких таких авторитетов, галактических религиозных авторитетов не только поддержали, просили Маше Даяна, чтобы он передал храмовую гору во владение арабов, чтобы туда не ходили евреи, а потому что есть карет, есть отсечение души. Но напротив этого, напротив этого, понимаете, ведь все зависит от того, как человек смотрит на вещи. И недаром есть голодный взгляд на вещи, взгляд на вещи периода изгнания и взгляд на вещи периода освобождения. И он как бы, это не то, что там один относится к одному времени, а другой к другому времени. Нет, просто взгляд один, это взгляд человека поддавленного, забитого, который ничего не может сделать. Взгляд другой человека, который видит свою ответственность, да, и он по-другому видит книгу. Ведь то, что арабы находятся на храмовой горе, мы видим сегодня, я не говорю о политической проблеме, о государственной проблеме Израиля, если брать с религиозной точки зрения чисто, это осквернение имени Всевышнего. Все, что человек, когда перед человеком происходит осквернение имени Всевышнего, он должен сделать все возможное для того, чтобы его предотвратить. Иногда, можно сказать, с большой осторожностью, человек должен даже пожертвовать своей жизнью для того, чтобы предотвратить осквернение имени Всевышнего. И сегодня, когда мы смотрим на храмовую гору, можно сказать, сиди и ничего не делай, потому что опасность нарушить закон, она очень велика. Вот зайдешь не туда, куда надо, и получится нарушение, серьезное нарушение закона. На это есть тысяча вещей, которые можно ответить. Одна из них, да, в подъем на храмовую гору сегодня можно рассматривать, как ведение войны. Война ведется теми средствами, которые возможно вести, возможно ее вести. Не всегда стреляют из лука или из автомата, не всегда бегут с копьем и щитом и мечом. Да, иногда, то есть война это все, что приводит к завоеванию территории. С точки зрения Галахии, завоевание и заселение территории это одна заповедь, потому что без заселения территории невозможно ей владеть. С галактической точки зрения сегодня путешествие по земле Израиля, это также относится к заповеди завоевания земли Израиля. Поскольку народу немного, то вот когда ты переезжаешь с места на место, путешествуешь, вот вроде бы тебя как бы больше, если можно так сказать, в полушутку. Естественно, что в сложившейся ситуации подъем на Грамовую гору просто демонстративный, как таковой, да, он относится к заповеди завоевания, к заповеди утверждения израильского суверенитета над этим местом. Какой-то хотя бы элементарный протест против того осквернения имени Всевышнего, которое происходит на этом месте, да. И здесь законы ритуальной чистоты и нечистоты отступают на задний план. Там, где есть осквернение имени Всевышнего, там, где есть война за завоевание территории, там не считаются с законами ритуальной чистоты и нечистоты. Война отодвигает на задний план. Многие, многие, многие и многие законы. Это как бы, да. Поэтому один из, то есть самый крупный авторитет, который занимается законами храма, который знает и границы, и глава института храма, Рафариэль Исраэль, он какое-то время назад, может быть, два года назад обратился к членам Кнессета израильского и сказал, чтобы они заходили на храм в Гуру везде, не только там, где отсутствует святость, потому что это добавление, территория, добавленная гордусом. Не только там, где есть дворы храма. Если есть у них возможность, если у них есть сила, заходить прямо в мечеть Амара, или в мечеть над камнем, в мечеть золотого купола, все это ее название, заходить прямо внутрь, если даже там была святая святых. Почему? Потому что представитель правительства Израиля утверждает суверенитет государства, и это война. Война за завоевание территории, войти как бы, да, ну, допустим, там можно было бы войти для того, чтобы поставить израильский флаг. Невозможно сегодня, хорошо. Но представитель государственного органа, высшего государственного органа Кнессета, если он туда заходит, это утверждение, утверждение суверенитета, это война. А когда идет война, и для завоевания, скажем, да, проблемы ритуальной чистоты и нечистоты отбегаются на задний план, и это у нас прежде всего учит, прежде всего учит Ханука, да, потому что как хашманаи вошли в храм, они были когены, хорошо, но они же находились в ритуальной нечистоте. Понятно, да, что когда, да, есть еще такой закон, который тоже играет свою роль, и который нужно вспомнить. Первое, это, скажем, как мы говорим, это ради войны, завоевания, утверждения суверенитета. Второе, есть закон, который обсуждается в трактате Псахим, когда весь народ находится в ритуальной нечистоте, то все необходимые действия в храме можно выполнять в ритуальной нечистоте, и они как когены, будучи в ритуальной нечистоте, ради завоевания, ради утверждения власти, ради исполнения тех действий, которые они должны исполнить как когены. Они вошли в храм В нечистом виде. Они могли зажечь ханукию, минору, они могли зажечь в нечистом виде по закону, потому что вся работа исполняется в нечистоте, и масло могло быть нечистое, потому что нет чистого масла. Почему они искали чистое масло? По одной причине. Они хотели, как когены, понимающие многие проблемы духовные, они хотели сделать первое действие служения в храме, зажжение миноры, они хотели сделать его в чистоте. Они хотели, потому что они так видели эту заповедь формально, они могли сделать ее в нечистоте. И спрашивают, почему Всевышний сделал это чудо? В нем же не было никакой необходимости. Даже, скажем, чудо раступившегося моря, там была необходимость. Море раступилось, евреи прошли, сыновья Израиля прошли, спаслись от египчан. Всевышний сделал чудо, спас сыновей Израиля. Здесь не было никакой необходимости никого спасать, ни даже необходимости начать служение в храме, потому что его можно было начать в нечистоте и с нечистым маслом. Зачем нужно было это чудо? По одной простой причине – по любви. Это чудо, в котором нет никакого рацио, никакого рационального смысла, ни спасать никого, ни помочь служению в храме, потому что, опять же, служение в храме могло быть в нечистоте, только по любви. Это нашло свое отражение в законе. Я, как бы, может быть, хотел сегодня об этом говорить, но ладно, мы уж с вами так начали. Нашло отражение свое в законе. В том плане, что мы видим с вами, что евреи стараются сделать хамакию как можно более красивой, дорогой, тратят на это, в общем-то, большие средства. Обычно существует закон в обычном случае, что на предмет, связанный с заповедью, такие как филин, цицит, нельзя потратить очень много денег. Есть определенная установленная цена, как бы средняя, да, вот к средней цене можно добавить треть, да, когда речь идет о ханукее. Такого ограничения нету, и человек, который потратит все свои средства на ханукею и на масло для ханукии, нельзя сказать, что он сделал неправильно и нарушил закон. Почему? Это нашло отражение в Шухана Рухине, посредственно. Почему? По одной простой причине Всевышний отнесся по любви, и заповедь, которая установлена, она также отражает любовь, хотя бы теоретически. Тебя никто не заставляет, конечно, и не нужно, да, тратить все свои средства на ханукею. Но теоретически мы видим заповедь ее в рисунке, что заповедь по любви, которая не имеет ограничения, да, и нету запрета делать ханукею как можно более дорогой, красивой и так далее, да. То есть у нас Всевышний сделал заповедь по любви без всякого рацио, без всякого рационального смысла. И также заповедь предполагает, что в ответ, как бы мы делаем ханукею, можем сделать ханукею сколь угодно, сколь угодно дорогой. Теперь, если вернуться на... То есть это урок, который мы извлекаем из хашманаи. Фантии зашли в храм в нечистом состоянии по двум причинам. Война и второе, когда весь народ нечистый, все, что должно быть сделано в храме, может быть сделано в нечистом состоянии. Вот, и, скажем, да, вот, и опять же, да, когда мы говорим о празднике, мы должны же понимать его смысл. Смысл в том, что все вышли, что они хотели, да, чтобы сделать в Минцву заповедь наиболее лучший, высокий и возвышенный, хотели зажечь масло в чистом состоянии. Только, как бы, придать заповеди еще больший какой-то свет, смысл, значение. А так, да, можно было зажечь и нечистое масло. Теперь, дальше. Есть один из величайших мудрецов, я бы сказал, всех поколений, но уж тем более нескольких последних поколений. Это Равшламо Горен, который мы про его упоминали на наших занятиях. Он в 67-м году, он был, он был главою, как сказать, ну, главным раввином армии Цаала, главным раввином армии обороны Израиля. Вот, и у него есть, он был на храмовой горе вместе с первыми десантниками, которые туда вошли. Он, будучи, как, скажем, полковником Алуф, он составил карту храмовой горы тут же, как только туда вошли. Первое, что он сделал, он инженерным войскам велел составить подробнейшую карту местности. Он установил везде, где есть, где могли быть дворы храма. Да, и те места, где они не могли быть, это одно, да. А второе, у него есть, один из двенечайших мудрецов, у него есть целый ряд трудов, да. Дело в том, что галактическое постановление о том, что храм сохраняет, место храма сохраняет свою святость, даже когда храм разрушен, это не единственное галактическое постановление. Да, этого придерживается рамбам и манит, да. А, скажем, такой авторитет, как Раавад, он придерживается другого мнения, он придерживается, что, мнение, что когда храм разрушен, нету святости, особой святости на месте храма. Раавгоном приводит исторический, я могу вам разослать, я перевел это в свое время, приводит целый исторический очерк, целое историческое исследование, которое показывает, что до 9-го, 10-го века, а может быть позже, евреи поднимались на храмовую гору без всяких ограничений, потому что придерживались другого, другой галахи, другого галахического мнения, которое утверждает, что особой святости на этом месте нету. Статью постараюсь разослать вам через нашего замечательного помощника Натана, постараюсь разослать всем слушателям. Последний момент, да, мнения, мнения меняются, да, я вам рассказывал, что когда в 95-м году мы зашли, там несколько человек зашло, Миньян, зашли на храмовую гору, как раз вот сегодня, во второй день Хануки, поднялись туда и там читали Галель, то почти, не почти, а просто практически все авторитеты галахические, все раввины, кроме Рафа Риэля, которого я упомянул, они были против, да, и приводили самые рассуждения, самые разные. Посмотрите сегодня, насколько изменилось и изменилось к этому отношение. Если взять национально-религиозный лагерь, то в нем подавляющее большинство раввинов, они и разрешают, и поощряют подъем на, подъем на храмовую гору, да. Теперь еще раз хочу подчеркнуть, что все зависит от взгляда на вещи, да. Если мы представляем себе, что мы по-прежнему находимся полностью во власти народов мира, полностью зависим от них, не можем сделать ни одного шага, и у нас есть заповедь не раздражать народы мира, и у нас есть заповедь лучше сиди ничего и лучше сиди ничего не делай, то тогда да, конечно, лучше сиди ничего не делай, да, вот. Но жизнь, которая является лучшим галахическим авторитетом и лучшим пророком, она показывает, да, что это, что это неверный, что это неверный подход, да, что это неверный подход. Мы видим, что если мы оставляем храмовую гору в руках арабов полностью, то политические проблемы только увеличиваются, да, начинают нарастать и начинают нарастать и нарастать. У Урица Вегримберга, одного из величайших поэтов, израильских, вот у него есть человека религиозного, с таким, с несколько пророческим взглядом на вещь, у него есть стихотворение, которое называется «Кто владеет горою, тот владеет землею», да, вот, и это действительно так. Тот, кто, значит, тот, кто владеет этим центром, кто-то утверждает там и свою власть, и свою идеологию, он в значительной степени влияет на всю землю Израиля. И поэтому представляется, если мы все-таки говорим о том, что мы свободные люди, то представляется невозможным хотя бы не выражать протест против того осквернения имени, которое происходит там на храмовой горе, против попирания суверенитета государства Израиля. И, скажем, позиции «сиди, ничего не делай», она ни к чему не приведет и в данном случае так же. Ну, вот, скажем, вот, так, вот, ну, хорошо, пожалуйста, если есть что-то спросить, то, пожалуйста, я готов пытаться ответить, да. Вот, я понимаю, что многим очень трудно, что вы попадаете в такую как бы среду самых разных мнений и взглядов на вещи, да, вот, в еврейской среде. Проблема заключается и в том, что на вещи можно посмотреть по-разному с точки зрения Галута и с точки зрения периода освобождения и в том, что часть людей просто не владеют целым рядом вопросов, да. Повторяют просто чужое мнение, вот, что на храмовую гору там, скажем, запрещается подниматься и все, да. Вот, ну, вот, это как бы факт. Хорошо. Значит, что скажете? Жду, жду вашего. Я хотела, Рафзеев, я хотела спросить еще на сопряженный вопрос. Вот вы сказали, есть такое понятие, если человек сомневается делать ему что-то или не делать, запрет на это действие или нет, то есть правило лучше не делать, то есть в избежании, да. И вот так получилось, что движение за освобождение святой, за возвращение святой земли на освобождение оказалось в руках людей светских, то есть религиозные люди сидели, ничего не делали, а, ну, как бы, сионизм, он поначалу же был движением людей из далеких от религии, людей светских. Вот, наверное, по этой причине так вышло, что, то есть, как бы, святая земля, которая была обещана Богом именно евреям, оказалась так, что она у, это самое, как бы, ее начали освобождать люди, которым, как бы, ну, не очень это, как бы, может быть, не очень, может, они верили в эту святую, они просто хотели, искали место, где им будет, ну, место защиты, убежище. Вот как-то так получилось. Вот. Если, ну, да, я думаю, что вы, вы совершенно правы и одновременно совершенно заблуждаетесь, и то, и другое. Ну, это не в обиду вам сказано, просто это, скорее, в шутку. Момент очень, момент очень сложный. Если мы спросим себя, в каком году появился в земле Израиля Бен-Гурион, когда он приехал, в каком году в Израиле возник гистодрут, как это сказать, профсоюзы, да, вот, профсоюзы, которые стали, в общем-то, таким органом, органом власти и представителями еврейского народа перед лицом англичан, да, то Бен-Гурион, это где-то в начале 20-х годов он приехал сюда. После Кишиневского погрома, после других погромов, которые произошли на территории России, сюда стала прибывать так называемая вторая алия, которая была более-менее, если так можно сказать, светской. И что было до этого, да, до 20-х годов, да, движение за заселением земли Израиля было чисто религиозным и никакого другого, как бы, никакого другого еще не было, да, если не говорить о сионистском конгрессе, о герцеле, да, о очень важном, скажем, да, таком движении политическом, то движение за заселение земли, движение заселения земли Израиля, конкретно покупка земли, проживание на ней, построение поселений было чисто религиозным делом. Доказательством-то этого может быть то, что, скажем, да, тот, кто, тот, кто возглавлял это движение, это были такие раввины, как Рав Калишер, Рав Могилевер, которые действовали через барона Ротшильда, который тоже был глубоко религиозным человеком, Эдмунд Ротшильд, и действовал исключительно из, скажем, религиозных соображений, так можно сказать, да, покупал, покупал эту землю, закупал землю, создавал на ней, создавал на ней поселение, да, вот, если брать еще немножко раньше, скажем, брать, ну, это не раньше, скажем, а тот же период, конец 20, конец 19-го, начало 20-го века, да, возьмем перед Первой мировой войной, войной в Иерусалиме имело 40 тысяч населения, да, все это население было сугубо религиозным, да, создается такая картина, что они жили только исключительно на деньги, то, что называется, халука, деньги, которые привозились из Европы и распределялись между теми, кто жил в Иерусалиме в основном, да, я не думаю, не думаю, что это правильная картина, многие люди работали, да, многие люди работали, мы теперь, нужно говорить и об, или об Алие из Йемена, из Теймана, тейманские, тейманские евреи, которые начали переселяться сюда в 19-м веке, строить дома, мы сегодня их дома, узурпированные арабами, видим в таком месте, которое называется Шилоах, или как бы в арабской такой коннотации называется Силоам, деревня Силоам около Старого города, напротив Старого года, там тейманские дома, большие дома, которые они построили, да, то есть движение за, если, скажем, да, это создается такое впечатление специально, как бы, на той линии исторической, которую преподают в Израиле, те экскурсии, которые проводят для солдат, создается такое впечатление, что, скажем, нерелигиозная, нерелигиозная Алия, она родила Израиль, нерелигиозное движение было очень существенным, с этим спорить невозможно, да, вот, но до него было колоссальное движение и довольно успешное, религиозное, не стоит, когда мы говорим о декларации Бальфура, да, то что такое декларация Бальфура, да, это письмо, адресованное английским правительством, кому? Барону Ротшильду, Эдмунду Ротшильду, да, да, как представителю, как главному, так сказать, сионистскому деятелю, реальному совершенно, да, представителю всего еврейского народа. письмо, адресованное от английского правительства, да, Эдмунду Ротшильду, это декларация Бальфура, да, то есть, если мы возьмем раньше немножко с вами, да, то есть вильнюсский гаон, который призывает своих учеников переселяться в Иерушалай, господа, следите, пожалуйста, за своими микрофонами, потому что пошел шум откуда-то, если можно, выключите микрофон, вот, теперь есть вильнюсский гаон, который призвал своих учеников до 1840 года переселиться в землю Израиля, и они, и тысяча семей это сделали, да, до 1840 года переселились в Израиль, они, и они не просто здесь жили, они активно и покупали землю, и обрабатывали ее, и они и эти, скажем, дети этих семей, скажем, учеников вильнюсского гаона, они стояли во главе многих движений, как, например, движение выхода за пределы стен, когда нужно было выйти за пределы Иерушалайма, стен Иерушалайма, это было опасно, ночевать, там, скажем, даже просто одну ночь переночевать за пределами стен, это было опасно, они стояли во главе этого движения, выхода за пределы Вместе с этим мы видим сионистские конгрессы, политический сионизм, приезд сюда на территорию Израиля Второй Элии, нерелигиозный, который, кстати, утверждает, что Танах – это их право, как говорил Бен-Гурион, поднимая Танах – это мой кушан на землю. Это мой кушан на землю, это он говорил, поднимая Танах. Это такая очень быстрая скидса, набросок, который мне хотелось бы, чтобы он показал, что не все так просто. Сама по себе идея возвращения в землю, она идея религиозная, она совершенно не чужда для религиозного мира. К сожалению, многие круги религиозные, то есть, скажем, если мы говорим, что там, когда Шевальтаса сидит и не делает, когда эта идея появилась? Тогда появился нерелигиозный сионизм. Он еще появился, как только политическое движение очень слабо был представлен в самой земле Израиля. И появились сионистские конгрессы. В противовес сионистским конгрессам была создана организация «Агудат-Исраэльс», в переводе на русский язык «Связка Израиля», которая поставила свои задачи и дает оставаться, соблюдать Тору, развивать, скажем, Тору, сохранять религиозный образ жизни в Европе, совершенно не акцентируя, а даже, скажем, борясь с сионизмом. Это была колоссальная ошибка. Но до этого и после этого целая струя, целый ряд религиозных деятелей, они сыграли совершенно принципиальную роль в заселении земли Израиля, в создании здесь базы, платформы для того, чтобы потом можно было создать государство. И нерелигиозный сионизм начал набирать силы, устанавливать свою такую власть, только начиная с 20-х годов. Из 20-х годов 20-го века. Поэтому трудно говорить о том, что, скажем, нерелигиозные не принимали никакого участия. Наоборот, и начали, и принимали очень активное участие. И в последующей борьбе с английским мандатом, скажем, принимали самое активное участие религиозные люди. Если мы возьмем боевую организацию Лехи, которая принадлежит наибольшей заслуге в том, что англичане оставили все-таки, оставили, вывели войска из территории Израиля, из Палестины, как они говорили, то Лехи, подавляющее большинство бойцов Лехи, состояло из религиозных людей. Есть очень, скажем, волнующее, трогающее очень сердце место. Есть синагога бойцов Лехи в Ярушалаиме, в которой, кроме свитка Торы, есть еще перечень всех погибших бойцов, которые сражались за остановление государства, за освобождение от английских войск, английского мандата. Ты напомнишь, что англичане не сняли запрет квоту, совершенно минимальную квоту на въезд в землю Израиля евреев, даже после Второй мировой войны, после катастрофы. Только напряженная борьба заставила их уйти отсюда, англичан заставила уйти в 48-м году. В этой борьбе принимали участие религиозные люди, в самых, как бы, острых таких организациях боевых, они составили в основном из религиозных людей. Поэтому, скажем, шеф Багатаси, сиди, ничего не делай. Это продолжается и до сегодняшнего дня, и остаются в Галуте, и остаются в изгнании. Это часть религиозного мира. Настоящие последователи вильнюсского Гаона, они и приехали в землю Израиля, и продолжают сегодня ту же самую линию. Кстати говоря, учеником ученика вильнюсского Гаона был Раф Кук, и, как бы, он продолжил эту линию. Это очень такой, как бы, скажем, к такой лекции надо было бы готовиться, и факты, и годы, и все, и я могу попробовать с удовольствием это сделать. Но только прошу не впадать в это заблуждение, что если значительная часть религиозного мира приняла эту позицию, сиди, ничего не делай, сегодня ее принимает, то это не значит, что религиозный мир, религиозные люди, целые движения религиозные, сильнейшие, они не принимали участие в создании государства Израиля. К сожалению, история, она, как мы знаем, она часто переписывается и дописывается. Если вы откроете сегодня традиционные израильские учебники, то вы там не найдете хотя бы этого факта, что тысяча семей учеников, из учеников вильнюсского Гаона, переехала в землю Израиля в начале XIX века. Этот факт просто там отсутствует. Но он такой, как бы, экскурс небольшой, несколько неподготовленный. Хорошо. Есть еще что-то спросить? Хочется что-то еще спросить? Окей. Если... Так, тогда давайте, да, давайте я попробую то, что я приготовил для вас, постараться вместе с вами сделать. То, что мы начали в прошлый раз трактат Шаббат о Хануке, я хотел продолжить сегодня, если нету возражений. Нет возражений? Молчание – знак согласия. Тогда я открываю материал. Вот. Делаю шер с вашего разрешения. Вот. Еще раз хочу напомнить, что все вопросы приветствуются. Вот. Хорошо говорить и излагать материал, да. Но, мне кажется, между нами должна быть связь. Я должен понимать, что вас интересует. Не только меня интересует, но и то, что вас интересует. Хорошо. Давайте. Значит, мы попробуем с вами открыть то, что нужно было бы открыть. Секунду. А вот. Прежде всего, надеюсь, что вас это не удивит, да. Это картинка, картинка миноры, да. Минора, которая была изготовлена для института, для института храма, который есть сегодня в Иерушалайме. Но нас, скажем, интересует не, в данном случае, не историю этой миноры, не то, насколько она применима для служения в храме, да. Просто мне бы хотелось с вами обсудить идею, идею миноры, да. Это, когда минора, она, скажем, да, мы представляем себе, что это семисвечник с такими полукруглыми, полукруглыми, не полукруглыми, а как сказать, да, ветвями, которые образуют половины окружности, да. И на конце этих ветвей есть лампады, в которых есть оливковое масло и фитили, и эти лампады горят, да. Это один из предметов, который стоял в храме, как вы помните, он, если священник ходил в храм, то он видел справа от себя, он видел минору, слева, слева от себя он видел минору, да, а справа от себя он видел стол для хлебов, на котором лежали 12 хлебов. У храма есть своя символика, довольно прозрачная, да, вот, и он, как бы, общая идея храма, что высокий свет, свет тоже, свет любви Всевышнего распространяется, как бы, изнутри наружу. И вот у нас есть с вами святая святых, как мы можем себе представить, отделенная завесой, и святая святых, если говорить о переносном храме, там находился ковчег завета, а вот за завесой стояла, и она должна была стоять близко к завесе, стояла минора, и напротив нее стоял стол для хлебов. Мы понимаем, что речь идет о том, что и святая святых, которая отделена завесой, и куда никто не заходит, кроме первосвященника, в Йом-Кипур, она символизирует некоторую область, в которой находится источник света, света Всевышнего, который распространяется наружу. Вот центральный момент – это ковчег завета. В ковчеге завета лежит Тора, как бы первое раскрытие Всевышнего в мире, а затем как бы мы… Тора лежит в… Я не приготовил, но я думаю, что все хорошо себя представляют. Тора лежит в ковчеге завета, на крышке которого стоят ангелы, юноша и девушка, которые с любовью смотрят друг на друга. Это символ того, что Тора раскрывается в этом мире, прежде всего, прежде всего раскрывается как любовь, любовь очень… любовь высокая, любовь между душой человека и Всевышним, между глобальной душой еврейского народа и Всевышним, да, и потом, как бы, да, начинается раскрытие в более… в более такой… в более такой материальный… в более материальный мир, да. Вот… Минора символизирует… Минора символизирует душу, да, душу человека, душу еврейского народа, через которую божественный свет начинает входить в мир, да. Здесь для этого есть, как бы, целый ряд признаков, целый ряд символов, вот, один из них – то, что масло, ашемен, да, оливковое масло – это те же буквы, что и Нишама, что и Душа, да, теперь сама, сама по себе Минора, она очень интересна, да, если мы на нее посмотрим и постараемся… то у нас взгляд сам, как бы, если только чуть-чуть мы напряжемся, он сразу нам за этими полуокружностями достраивает… достраивает окружности, которые находятся над этими… достраивает окружности, то есть достраивает полуокружности, превращает их в окружности. полуокружности, как бы, находятся над этими полуокружностями, которые мы видим, есть полуокружности невидимые, да, вот, и это символизирует связь видимого и невидимого мира, который происходит через горение масла, да, через горение масла, горение еврейской души, ашемен, ашемен, масла, те же буквы, что и Нишама, душа горит, да, огонь, это он всегда устремлен вверх, он пытается вырваться и за рамки ограничений, за рамки… за рамки ограничений материального мира, расширить их, да, и поэтому душа, она все время находится в состоянии такого горения, как бы, да, но в то же время она не отрывается полностью от материального мира и, вот, скажем, есть фитиль, за который, за который, как бы, цепляется пламя, да, и вот это горение происходит, оно происходит, как бы, на грани видимого и невидимого мира. Не знаю, насколько мне это удалось успешно объяснить вам, да, вот, но, скажем еще раз, да, Минура, она символ связи, как бы, мира невидимого и мира видимого, да, видимые полуокружности, наш глаз достраивает над ними невидимые полуокружности и соединение невидимого и видимого мира происходят через горение души, которая, с одной стороны, находится в материальном мире и связана с ним, с другой стороны, постоянно старается вырваться за рамки пространственно-временных ограничений. вопросом. Окей. Вот, скажите мне, что-нибудь удалось объяснить или я вас только забуду? Окей, хорошо. Поскольку ответа не последовал, мы с вами возвращаемся к нашей, к нашей теме, да. Попробуем, попробуем вернуться к нашей теме, да. Давайте откроем, давайте откроем с вами трактат Талмуда и постараемся здесь представить с вами, как бы непростые такие ассоциации, которые заложили наши мудрецы, вроде бы рассказывая о законе Хануки, они вложили сюда глубокий смысл и самые-самые разные связи и с Торой и с другими законами. Вот мы с вами находимся в Талмуд-Бавли, в Бавилонском Талмуде, в трактате Шаббат, на двадцать втором листе, на первой его странице. И здесь я для вас перевел этот кусок на русский язык. Свеча Ханки, которую поставил человек, кто-то поставил выше двадцати амот, двадцати локтей, что примерно составляет двенадцать метров, не годится, да. То есть, если человек зажег, если человек зажег ханукию, зажег ханукальные свечи, рассчитывая, да, что она будет над головой у тех, кто ходит где-то внизу по земле, допустим, по земле, да, он поставил, допустим, ее на крыше двенадцати метров, рассчитывая, что человек, который идет по земле, он посмотрит на эту ханукию и вспомнит о том, что сегодня ханук и, может быть, даже произнесет благословение. Гемара говорит, что он не исполнил своей обязанности. Ханукия установлена выше, чем двенадцать метров над тем человеком, который проходит где-то внизу, неважно, по земле или по первому этажу, допустим, она там стоит где-то на втором этаже ханукия. Если их разделяют двенадцать метров, то обязанность, обязанность оповестить о чуде оказалась не исполненной, да, и мы попробуем представить себе с вами, почему, да, скажем, у меня вот, например, сразу возникает вопрос, да, но вот человек видит, он видит ясно огни, огни большие, сильные, да, вот какая разница, двенадцать метров или двадцать метров, вот можно, скажем, сделать конструкцию и двадцать метров и установить на ней и светильники, вот можно и большие лампады установить с маслом и с большими фитилями, которые очень отчетливо будут видны земли и если даже будут находиться выше двенадцати метров, вопрос, но пока нас интересует сама просто Галаха. Галаха утверждает безапелляционно, что выше двенадцати метров, расположивший выше двенадцати метров не исполнил заповедь, да, оповещение о чуде, да, вот, и это сравнивают с сукой и переулком. Сука, у которой крыша выше двенадцати метров, крыша, покрытие ее выше двенадцати метров, также человек не исполнил заповеди суки, да, потому что считается, что он выше двенадцати метров, он не обращает внимания то, под чем он сидит. В суке самое главное это ее покрытие, человек должен помнить, что он сидит в тени суки, в тени покрытия из веток, неплотного покрытия из веток, а если разместить это очень высоко, то он не будет об этом помнить, и поэтому сука, которая, крыша, у которой выше двенадцати метров, да, она не годится, человек не исполняет заповедь переулок, но это такой технический момент, да, что для того, чтобы отметить выход из переулка, чтобы в субботу не выносил человек по забывчивости, не вынес вещи из переулка, да, то вешают планку, планку, которую повесили выше двенадцати метров, считается, что она никому не помогает, человек не обратит на нее внимание, да, вот, хорошо, мы поняли с вами, да, вот, теперь, чтобы, скажем, не откладывать в долгий ящик, давайте мы с вами скажем, скажем, разгадку, да, что, как мы с вами говорили, в Хануке очень, в Хануке очень важна, важен не только сам огонь, важна и Ханукия, считается, что человек не увидит, вот, сам сосуд, да, не разглядит его, или уж совершенно необязательно обратит внимание, в чем, он увидит свет, он увидит источник света, он увидит большую свечу, факел там, хорошо, да, но он не увидит и не сможет разглядеть саму Ханукию, как бы основу, сосуд, в котором горит этот, горит этот огонь, и поэтому, скажем, да, вот, а мы видели с вами, что Ханукия, она имеет большое, большое значение, она должна быть красивой, по крайней мере, хорошо бы, чтобы она была красивой, ей придается большое значение, и человек выше 12 метров не разглядит ее детали, да, не разглядит ее детали, очень интересное сравнение привел Рафнатан, Рафнатан Барманьюми, его имя упоминается довольно редко в Талмуде, вот, он привел от имени Рафтанхума, привел такой момент, да, почему, почему написано, яма пуста, нет в ней воды, да, мы с вами неожиданно, как это бывает в Талмуде, в котором все перемешано, попали в нашу, в прошлую недельную главу, братья бросили Юсефа в яму, да, и сказано про яму, яма пуста, нет в ней воды, так вот, Рафнатан Барманьюми от имени Рафтанхума спрашивает, почему написано, яма пуста, нет в ней воды, если сказано, что яма пуста, разве из этого не следует, что в ней нет воды, да, он говорит, разве я не буду, разве я не пойму, что в ней нет воды, пуста, пуста, значит, нет нам ничего, и воды в том числе нету, да, зачем же говорить, добавлять, что нет в ней воды, но что хотела сказать Тора, она хотела объяснить тебе, да, тебе, нам, воды в ней нет, но змеи и скорпионы есть, все, на этом как бы посылка Талмуда заканчивается, давайте мы представим себе математику Талмуда, интереснейшую со своими правилами, представим себе из этого отрывка, но никто нам не будет ничего объяснять, мы должны включить свою голову, да, прежде всего, есть такое правило, да, которым пользовался в основном рабе Акива и его последователи, да, это правило увеличения и уменьшения, да, при буй имеют увеличение и уменьшение, да, в этом правиле, в этом правиле есть несколько подправил, говорится таким образом, да, что увеличение после увеличения ничто иное, как уменьшение, да, то есть, если у тебя есть что-то общее, а потом приводится что-то еще на увеличение, как, допустим, возьмем как общее, есть какое-то увеличение, расширение какое-то, да, круг, как говорят, множество, вот множество, да, у меня есть множество, а дальше у меня это множество пытаются расширить, то я должен понимать это расширение как уменьшение, да, может быть очень трудно теоретически, но на примере мы сейчас с вами постараемся это понять, да, яма пуста, да, это расширение, да, увеличение, увеличение чего? Множество, да, взяли множество, да, взяли множество и сказали, да, что, скажем, если так можно сказать, множество отсутствующих предметов в этой яме, да, оно максимально, яма пуста, да, пуста от деревьев, пуста от травы, пуста от людей, пуста от баранов, пуста от козлов, да, яма пуста, да, максимальное множество, да, или, скажем, максимальное множество отрицательное, отрицательное, скажем, можно сказать, после этого, после этого максимального множества или отрицательного множества максимального приходит еще одно отрицание приходит. Нет в ней воды. По правилам комментирования Туры, раби Акива и его ученики, они говорят так, зачем это пришло сказать? Если мне уже сказано все, зачем мне сказать еще, зачем мне говорить еще о чем-то? Для того, чтобы сказать, что яма не совсем пуста. Яма пуста, общая посылка. Нет в ней воды, и более частная посылка. Зачем, что она говорит? Воды мне нет, но что-то в ней есть. Яма пуста, все уже сказано. Теперь добавляется нет в ней воды для того, чтобы сказать, что что-то в ней есть. Что в ней есть, значит, мы что-то должны добавить? Что мы добавим? Пользуясь строгой логикой, мы добавим нечто одно, противоположное воде. Что противоположное воде? Огонь. Но надо быть реальными людьми. Речь идет о яме в пустыне, откуда там возьмется огонь. Поэтому мы переходим в живой мир и находим в живом мире аналог огня. Аналог огня это змей. Действие яда которого производит такое же действие, как и огонь. Жжет, сжигает, жжет человека. Скажем, змей и яд, они как бы такой проекция огня на живой мир. Тогда мы с вами понимаем, мы уже можем прочитать с вами эти строки Талмуда. Яма пуста, нет в ней воды. Почему написано яма пуста, нет в ней воды? Если сказано, что яма пуста, разве из этого не следует, что нет воды? Но что хотела сказать Тора, она хотела объяснить нам, воды в ней нет, но змеи и скорпионы есть. Я надеюсь, что мы поняли эту четкую математическую логику, четкий математический вывод, который здесь есть. Возникает вопрос, который нам поможет объяснить комментарий Турат-Меман. А почему же было не сказать напрямую? Бросили в яму и там змеи и скорпионы. Зачем нужно делать обходной круг? Когда Тора в общем-то не тратит ни одного лишнего слова, всегда стремится к принципу минимальности изложения. Зачем нужно говорить яму пуста, нет в ней воды, для того, чтобы сказать, что там есть змеи и скорпионы. Ответ он очень простой. Если бы мы сказали с вами, если бы Тора сказала нам, что в яме змеи и скорпионы, мы бы подумали с вами, что братья бросили Юсефа на клубок змеев и змей и скорпионов. Однако братья не видели змеи и скорпионов. И поэтому не написано, что там были змеи и скорпионы. Это можно только понять из комментариев, из комментариев, из такого логического прочтения, тоже тот, кто им владеет, что там были змеи и скорпионы. Братья их не видели, когда они бросали Юсефа. Они его не специально бросили на змей и скорпионов. теперь зачем нам сказать какое это отношение имеет Хануки к Суке и к тому, чтобы повесить планку над переулком, предупреждая, что нельзя дальше за этот переулок выносить вещи в субботу. Понятно, да, мы знаем по традиции, по устной торе, по мидрашу, мы знаем, что эта яма была 20 амот. И братья не могли разглядеть змеи и скорпионов. И отсюда как бы мы понимаем на все случаи жизни, на все законы, что если есть какой-то момент, если есть какой-то предмет, объект, который нам нужно рассмотреть, который по закону должен быть доступен нашему глазу для того, чтобы была исполнена заповедь, он не может находиться больше, чем на 20 амот, он должен находиться меньше, чем 20 амот, потому что на 20 амот Тора нам указала, что детали не детали не видны. Отсюда мы с вами получили отсюда мы получили с вами закон Хануки, для Хануки очень интересный, вот что выше 20 амот нету смысла, выше 12 метров нету смысла ставить Ханукию, таким образом невозможно исполнить заповедь. Если нас интересует еще смысл этого закона с другой стороны, то я надеюсь, он раскроется в несколько в дальнейшем. Здесь есть, скажем, я надеюсь, что мы поняли этот закон и поняли его красивый вывод и поняли, скажем, всю ту сложность или закрытость Талмуда, которая имеется, Талмуда, которая лежит перед нами, давайте мы сделаем еще один кусочек и дальше постараемся с вами и свяжем его с предыдущим и дальше постараемся обсудить. Если у вас будут вопросы, мы их обсудим. Вот, теперь такой интересный момент. заповедь поставить поставить ханукальную свечу за пределами дома близко к дому, близко к дому, чтобы не было больше ладони, которые отделяют ханукию, ханукальную свечу от двери. Есть дверь, ты около двери располагаешь свечу и не на большом расстоянии, только тэвах, только ладонь. Это заповедь, можно поставить, то есть заповедь в том смысле, что это преимущественное правило, можно поставить несколько дальше, можно поставить у ворот входа дома, но для того, чтобы исполнить заповедь ханукальной свечи, нельзя поставить ханукию на площади, нельзя поставить ханукию в общественном месте. Все, что мы видим с вами сегодня, обычаи, которые существуют на площади, ставится ханукия большая, ее зажигают с большой помпой и так далее. Это все очень хорошо, это какое-то напоминание о заповеди, но это не сама заповедь, это не сама заповедь, зажигая свечу, ханукальную свечу, ханукальные свечи на площади, нельзя исполнить заповеди, заповедь хануки. Ханукальная свеча зажигается около дома, Если нет такой возможности, она зажигается в доме, зажигается, скажем, на окне, там, где видят ее. А если нет такой возможности, то она зажигается на столе в доме. И получается очень странный момент, который нам тоже с вами нужно обсудить здесь. И очень, я бы сказал, очень важно. Смысл заповеди Хануки в том, чтобы оповестить о чуде, оповестить о чуде персумы Ниса на арамейском, на еврите, сделать чудо как бы общим достоянием. И здесь есть противоречие. Здесь есть противоречие. Если заповедь оповестить о чуде, то, наверное, наиболее, наилучшим способом исполнения заповеди было сделать большую Ханукию и поставить ее в самом видном месте. Получается, что нет. Получается, что нет. А есть человек один. Если он ставит ханукальную свечу так, что никто ее не может видеть, кроме него самого, он должен зажечь эту свечу с благословением? Конечно, произнести благословение и зажечь. Кого он оповещает о чуде? Самому себя, фактически. То есть, оповещение о чуде – это не простое такое выражение или невыражение, которое можно понимать по простому смыслу. Оповещение о чуде – это, скажем, да, есть, так можно сказать, какое-то повторение чуда, в какой-то степени возвращение к чуду. И оно должно, оно должно происходить таким же образом, да, оповещение о чуде, рассказ о чуде. Можно сделать, можно осуществить только таким же образом, каким было, каким было бы осуществлено чудо. Или более правильно, оповещение чуде, заповедь оповещения о чуде, сама заповедь должна была, должна быть похожа на чудо. Не буквально, потому что мы не можем повторить это чудо, но она должна быть похожа на чудо, да. Что же подчеркнули наши мудрецы, как мы видим? Да, что ханукальный цвет относится, относится к дому. Если он распространяется из дома, то это должно быть видно, что он распространяется из дома. Как мы помним с вами, на прошлом занятии мы сказали, что заповедь хануки – нер-иш-уви-то. Что для того, чтобы исполнить заповеди хануки, нужна свеча, нужен человек и нужен дом. Без дома нельзя исполнить заповедь хануки. И почему? Опять же, давайте расскажем, что Менура горела в храме восемь дней. И восемь дней будем зажигать ханукию на самой главной центральной площади Ирушалаима. Некоторые считают, что и на Красной площади можно зажигать, это имеет какой-то смысл, на мой взгляд. Это как бы очень-очень проблематично, очень проблематичное действие – зажигать ханукию на Красной площади. Но это ладно, тут об этом можно поговорить. Но главное то, что заповедь связывает горение с домом. Мы понимаем, что Менура горела восемь дней в храме. Об этом чуде мы хотим рассказать. Об этом чуде мы хотим оповестить. И нужно сказать, что как бы смысл заповеди в том, что в восемь дней хануки возвращается свет храма. Но он возвращается не в храм, который разрушен, которого нету. Он возвращается в каждый еврейский дом. Возвращается и оставляет как бы свой отпечаток, который чувствуется и должен, по крайней мере, чувствуется на протяжении всего года. Но храм не возвращается на площади ни в Москве, ни в Амстердаме, ни в Антверпене, ни в Париже, никуда туда свет храма не возвращается. Он возвращается в каждый еврейский дом. И если ты хочешь рассказать о том, что свет вернулся в дом, то ты можешь, или лучше всего, скажем, зажечь ханукию вне дома, но рядом с домом. Чтобы все видели, что свет этот связан с домом. Об этом можно говорить, скажем, очень долго с разных сторон, но это смысл оповещения о чуде. Свет храма в эти дни связан с каждым еврейским домом. И если человек один в доме, то ему следует напомнить об этом самому себе. Можно сказать, что так как заповедь подается, так как она описана, оповещение о чуде, это очень обманчиво. Оповещение о чуде. Я должен рассказать другим. Я должен ходить с факелом, с огнем, да, и, значит, чтобы все видели, что в этот день произошло чудо. Оказывается, что нет. Оказывается, что нет. Человек должен напомнить самому себе, оповестить самого себя, и как оповестить, да, как бы совершенно реальным образом, зажечь свет в доме, напоминая себе, что в эти дни свет храма возвращается в каждый еврейский дом. Да, вот, это, вот, поэтому мы можем представить себе, скажем, да, вот, ну, хорошо, давайте мы здесь остановимся. Я хочу послушать ваши вопросы, если они есть, да, а если их нету, то есть что добавить, да. Хорошо, вот, я остановил шер, слушаю вас, если кто-то хочет что-то сказать. Равзи, спасибо за такое объяснение интересное по поводу вот этих ханукей в центре разных городов в Израиле. Ну, вы знаете, Равин всегда, я не знаю, как в других городах, но я вот слышала у нас в Сумахту, он обязательно говорит о том, что нужно зажигать дома. Ну, замечательно, я же не говорю, что, не дай Бог, люди не знают, что Равины не знакомы с заповедью. Ни в коем случае. Я не имел это в виду. Да, понятно. Вот, я только хотел подчеркнуть для нас с вами, чтобы мы представляли, где заповедь, а где есть просто какое-то, скажем, просто какое-то действие, да, которое напоминает нам о том, что сегодня ханука, да, вот. Напоминает многим евреям, неевреям о том, что, о том, что сегодня ханука, но это не заповедь, да, это не заповедь, вот, а это напоминание о том, что это дни, в которые исполняется заповедь, где она исполняется дома, да, вот. И никакой, никакой специальной, скажем, там, критики направленной против кого-то, не дай Бог, да, по крайней мере, в данном случае уж точно нет, да, вот. Просто иногда мне кажется, что, скажем, в Галуте, в странах изгнания, вот, не следует себя вести так, как будто ты вот здесь прямо хозяин, ты здесь победитель и так далее, да, я думаю, что нужно считаться с окружающим населением, с его настроением, вот, и не нужно создавать такое впечатление, что мы уже завоевали Москву, потому что мы там Минору поставили на Красной площади, я думаю, что это все малополезно и неправильно, как бы, да, потому что все заповеди, они, прежде всего, связаны с землей Израиля, вот, и не совсем, не совсем это правильно, да, но никаких конкретных претензий по отношению к вашему муравьину совершенно не собирался высказывать. Ну, это, конечно, это понятно, что вы не собирались, просто было интересно ваши сказки слышать и подчеркнули бы, в чем смысл заповеди, это очень важно. А что бы вы хотели сказать или могли бы сказать про сам вот этот светильник, есть ли какие-то тоже правила, или же это зависит от ситуации, в каких условиях человек находится, чтобы сделать, вот эти свечи поставить, например, в доме, я имею в виду. Вы имеете в виду ханукию? Да, да, да. С ханукией, какие правила, да, прежде всего, в общем-то, есть запрет изготовлять предметы храма или что-то похожее на них, если только не для служения в храме, та минора, которую мы с вами видели в начале, это не ханукия, а минора, да, вот, она, действительно, ее намерение изготовить предмет, который будет в дальнейшем, в будущем будет использоваться для служения, для служения в храме. Поэтому Рафариэль пошел на то, чтобы сделать, сделать ханукию, светильник, семью свечами, свечами, свечами лампадами, которые точно такой же, как будет в храме, для того, чтобы использовать его в будущем храме. Рафариэль пишет, что в каждом поколении, если нет возможности построить храм, есть заповедь создавать предметы храма, но это для служения в храме. Теперь, если это просто в домашнем обиходе, скажем, как украшение, да, и даже для исполнения заповеди, то не делают, не делают семисвечник, да, а делают восемь свечей. Вот, восемь свечей – это требования, восемь лампад, восемь опор для свечей не делают семисвечник. Мы понимаем, что восьмая, восьмая подставка, восьмая свеча, восьмая лампада, да, это то, что называется шамаж. Шамаж, который, лампады, которую зажигают, вне зависимости от заповеди, то есть она не имеет отношения к заповеди, ее зажигают для того, чтобы не пользоваться светом свечей. Да, даже, скажем, там, если я где-то представлю себе темное место, горят восемь свечей, и уж, по крайней мере, как бы, мое намерение, получается так или нет, но мое намерение в том, чтобы не пользоваться светом этих свечей, не пользоваться светом, зажженным для заповеди, да, а пользоваться светом дополнительной свечи. То есть, дополнительная свеча, она, по идее, помогает мне уйти вот от этого запрета, о котором мы постоянно говорим, пользоваться светом ханукальных свечей, зажженных для заповеди, да, вот. И, а с другой стороны, как бы, да, она добавляется, и это помогает уйти от запрета делать вот семисвечник, похожий на тот, который стоял, на тот, который стоял в храме, да, вот. Это один, также шамаш, вот эта дополнительная свеча, она необходима для того, чтобы, если, для того, чтобы от нее зажечь другие свечи, да. Скажем, свечу не зажигают от свечи, опять же, из уважения к заповеди, вот. А есть дополнительная свеча, которая горит, которая не имеет отношения к заповеди, от нее зажигают и стальные свечи. Вот, если там погасла спичка, и не удалось зажечь все свечи сразу, то зажигают заново не от свечи, горящей для заповеди, от вот этой дополнительной свечи. Теперь, то, что касается требований, да, скажем, это не требование, вот, такое пожелание делать красивую, делать красивую ханукию. Материал для этого годится любой, да, кроме, кроме простой глины, да. Вот, из простой глины не делают ханукию. Мне сейчас трудно сказать, но я бы сказал, что даже нельзя исполнить, не буду говорить, да, но не делают из простой глины, стараются не делать ханукию. Теперь все свечи должны гореть на одном уровне, быть в ряд, а не в круг, да, предпочтительно, и гореть на одном, гореть на одном уровне, вот. И, пожалуй, это все, все требования к ханукие, если не сказать, что, если не добавить, что она должна стоять в таком месте, где ее не задует ветер и не зальет дождь. А вот насчет спора между Гилелем и Школой Гилелем и Шамая, о том, как зажигать. Раньше же не было спора этого, и как они зажигали, и почему этот спор был, и почему не по Шамаю? Можете как-то объяснить? Я попробую, мне казалось, что мы говорили об этом, и что я написал целый ряд статей, но я с удовольствием еще раз вернусь к этому. Вернусь, вернусь к этому, сейчас, если есть такой вопрос, обязательно. Теперь я просто хочу заглянуть с вашего разрешения в чат и посмотреть, да, как может праздник хануки отмечать, отмечать Бен-Ноох, есть ли ограничения. Давайте мы с вами представим так, что, как мы с вами говорили, ограничения на соблюдение заповедей, их, в общем-то, очень мало. Мы говорим с вами про тефилин, может быть, мы сейчас с вами вспомним еще что-то, как бы, да, но ограничений очень мало, но необходимо совершенно помнить, да, что есть разная, есть разная нагрузка заповедей для Бен-Ноох и для еврея, который соблюдает эти заповеди, да, еврей эти заповеди соблюдает как обязанность, да, вот если он там, скажем, не соблюдает, то, в общем-то, это его вина. Да, Бен-Ноох соблюдает эти заповеди как обычай, который он решил установить для себя, и если в какой-то момент он решит, скажем, что-то изменить и отказаться от каких-то заповедей, то он может это сделать, да, поэтому, значит, нужно представлять себе, да, что нагрузка заповедей, она совершенно разная. Для еврея, который это обязан делать, если он не делает, то это его вина, и для Бен-Нооха, который делает это как обычай, да. Обычай можно развивать, можно нагружать его смыслом, он может быть очень полезен для тебя и для твоих детей, да, вот, можно размышлять и так далее, но нужно помнить, что, скажем, да, что вот есть такая разница между заповедью и, скажем, соблюдением заповедей не евреем, как обычай, да. Вот, теперь относительно вопроса, уважаемой Тани, да, по поводу спора Гелели и Шамая, я напомню, да, что в том и Пиратаке Шаббат где-то примерно в том же месте, где мы с вами говорим, а может быть, мы с вами и смотрели это, Шаббат 21 лист, там говорится о том, что, как мы с вами говорили, что для того, чтобы исполнить заповедь необходима одна свеча, человек и дом, это минимум. То есть минимум, когда, скажем, да, скажем, человек находится в каких-то вынужденных условиях, то он может исполнить заповедь, зажигая, зажигая свечу, одну свечу каждый день, да, в том месте, где он живет, да, в том месте, где он живет, где он ночует, да, да, он зажигает свечу восемь дней, одну, и исполняет таким образом минимально заповедь хануки. Дальше говорится, что хорошо, когда каждый член семьи сжигает свечу, и совсем хорошо, когда каждый день, каждый день сжигают, скажем, добавляют одну свечу, да, и тут есть спор мудрецов. Гилель говорит, что человек добавляет свечу каждый день хануке, а Шамаи и ученики Шамая говорят, что каждый день убавляют одну свечу хануке, то есть Гилель говорит, что первый день зажигает одну свечу, вторую, вторую, третью, третью и так далее. Шамай говорит, первый день зажигают восемь свечей, а второй день зажигают семь свечей, а третий день зажигают шесть свечей, а и каждый день убавляют по свече. Как мы с вами видели, что споры Талмуда, они очень емкие, в них очень много информации, много сторон. Поэтому Гемара сама по себе пытается понять, а какова идея Гелеля, если он не объяснил ее нам, то какова же была идея Гелеля, который велел каждый день добавлять свечу, и какова была идея Шамая, который каждый день велел убавлять свечу. И нам говорят так, что Гелель говорит, что если у меня есть что-то, что касается святости, праздник, то нету такого понятия, чтобы убавлять, специально убавлять от святости. Добавлять святости, есть такое понятие. Поэтому если у меня есть восемь дней, то я каждый день добавляю по свече. Теперь мы Гемара, то есть добавляют святости, говорит Гелель, и не убавляют от святости. Очень хорошо. Теперь, если мы можем с вами, Гемара об этом не говорит, уже говорят об этом комментаторы, можем представить себе, что Гелель представляет себе чудо, чудо масла, и он говорит, что каждый день это большее чудо. Вот Ханукия горела один день, вот она горела два дня, это еще большее чудо, три дня еще более сильнее чудо, восьмой день самое большое чудо, сильное, потому что как бы как вот масло, которого должно было хватить на один день, оно горит в восьмой день. Конечно, восьмой день это еще большее чудо, поэтому каждый день добавляем по свече, добавляем к святости, и это подчеркивает силу чуда каждый новый день. Замечательно. Это мнение Гелеля. Спрашивает Шамая, а что он себе думал? Разве можно убавлять от святости, сказать, что святость уходит? Уходит, она не уходит. Человек не может так делать, не может так поступать, не может заявлять, что святость уходит. Подчеркивать это, святость уходит. Куда она уходит? Что, почему говорят, что Шамай смотрел на, выучил свое правило из быков праздника. Речь идет о празднике Сухот, когда первый день приносили 13 быков, второй 12 быков, третий 11 быков и так далее, заканчивали семью быками. То есть, каждый день приносили меньшее количество быков. И тут мы с вами совершенно становимся в тупике. Гемара нас бросает, и нам необходимы мудрецы, комментаторы, которые нам прояснят обстановку, и очень трудно понять мнение Шамая. Дело в том, что причем здесь праздник Сухот, причем здесь быки, которые каждый раз уменьшаются, их количество, тех быков, которых приносят в жертву в праздник Сухот, причем здесь Ханука. Дело в том, что, скажем, в книге Хашманаев, которая не является пророческой книгой, но, как мы говорили, является очень серьезной, принятой литературой, вот, так же, как Медраж, вот, поскольку составлялась одним из мудрецов Торы, бывшим свидетелем событий, событий, сражений Хашманаев, да, то в книге Хашманаев говорится, что восемь дней, которые мы празднуем, это в связи с обновлением служения в храме, которое сделал Иуда Хашманай, объявил праздник на восемь дней, и праздник этот сделал, как Сухот, потому что в тот год Сухот не праздновали, и для того, чтобы восполнить праздник Сухот, это, конечно, невозможно сделать не вовремя, но он тоже, как мудрец Торы, он сказал, мы обязаны сделать напоминание о празднике Сухот, у нас хотели отобрать, и отобрали праздник Сухот, мы хотя бы как-то частично восполним его, и восемь дней обновления храма были, как праздник Сухот, с теми же обычаями, которые, с теми же, с теми же, с обычаями, которые повторяют законы праздника Сухот, также приносили в жертву быков, вот, и 13 быков первый день, 12 второй, и так далее, и поэтому Шамай говорит, что для меня напоминание, что для меня ханука это не напоминание о чуде, которое произошло в храме, о котором сами хашманаи не упоминали, а для меня это напоминание об освящении храма в праздник Сухот, да, вот, и такие, как бы, две позиции, для Илеля это чудо масла, чудо, чудо с маслом, и каждый раз чудо это все больше и больше и больше каждый день, да, для Шамая это напоминание о празднике Сухот, связанном со священием храма, как его сделал Иуда Маковей, да, и там быков становилось меньше, он говорит, свечи надо зажигать каждый день меньше, чтобы напомнить, что праздник был в праздник Сухот, да, это, скажем, то, что, то, что говорится в Гемарии, да, можно здесь увидеть и другую нагрузку, и непрямую нагрузку, косвенную нагрузку, которую, как бы, мудрецы, мудрецы привносят, да, что было, что было до Гелели и Шамая, да, до Гелели и Шамая, как мы представляем себе, грубо говоря, может быть, не совсем точно, вот, просто сейчас не хочется уточнять, до Гелели и Шамая не было споров, до Гелели и Шамая не было споров, были устоявшиеся обычаи, не были, каждый, как бы, как-то по-своему делу зажигал, да, зажигал, может быть, в каждом доме зажигали одну свечу в день, иш, неру, витто, человек, свеча и дом его, вот, брали, зажигали одну свечу, или все домашние зажигали по одной свече, каждый по одной свече, каждый день Хануки, возможно, это было так, да, приходит, приходит время очень непростое, когда мудрецы хотят подчеркнуть тот или иной, тот или иной аспект, да, и тут возникают споры, значит, Еленя и Шамая, как мы с вами говорили, это живут в районе 60-го года до этой эры, в то время, когда Иуда утрачивает свою независимость, в общем-то, в результате, в результате междоусобной войны между потомками Хашманаев, между Арестоболом и Уруканусом, в 60-м году, в результате этой войны, в Иерушалаем приходит Помпей и захватывает храм. на этом борьба с Римом не заканчивается, но это отдельная история, которую можно представить себе из Иосифа Флавия, вот, но дело не в этом, дело в том, что Иуда утратила независимость, и теперь встает вопрос, как смотреть, как посмотреть на вещи, да, и, скажем, и в этой новой ситуации, как я должен видеть восстание Хашманаев, борьбу Хашманаев, дом Хашманаев, это явление, которое, которое пришло, как бы, навечно, и оно повлияло сильнейшим образом на, скажем, на всю историю еврейского народа, или это эпизод приходящий и проходящий, когда дом Хашманаев кончился, да, вот, а что будет дальше, дальше будет нечто совершенно другое, да, хотите сказать Машия, хотите сказать еврейский царь, хотите сказать чудеса, которые пошлет Всевышний, пожалуйста, все можно, это сказать, но будет нечто другое, дом Хашманаев закончился, все, и мы понимаем с вами, да, что если люди раньше, допустим, мы очень легко можем себе представить, что каждый зажигал в своем доме одну свечу, да, или каждый член семьи зажигал по одной свече, как нам говорит Немара, пришел, пришли Елиль Шамай, и Елиль сказал, я хочу подчеркнуть, что свет, который был зарожден восстанием Хашманаев, который отразился в храме, как чудо, это свет вечный, он будет сопровождать еврейский народ на протяжении всего долгого изгнания, и ничто его не может погасить, он только будет идти и нарастать. Шамай говорит, да, ничего подобного, да, я вижу вещи по-другому, эпоха Хашманаев закончилась, у нее есть определенное значение, но оно дальше, в дальнейшем оно будет уменьшаться и уменьшаться, им на смену придет что-то новое, совершенно новое, непохожее на дом Хашманаев, который выродился. Это отголосок этого спора мы видим Еле-Ли-Шамай, да, то есть мы видим здесь с вами и как бы и развитие Галахи, да, свеча и дом, свеча человек и дом, да, мы видим то, что называется миадрин, желание сделать заповедь более высокой, и тут приходят мудрецы, они говорят, да, вот, что Ильев говорит, для того, чтобы сделать заповедь более высокой, давайте добавлять по одной свече. А Шамай говорит, для того, чтобы сделать заповедь более высокой, давайте убирать по одной свече. Для того, чтобы напомнить нам, что то, что было, было. Дальше, в дальнейшем будет новый свет, будет другой свет, за который нам придется бороться заново. это то, что можно сказать Таня, мы получили с вами какую-нибудь картину Большое спасибо хорошо, когда есть устное еще объяснение к вашим статьям Нет, смотрите темы, которые мы с вами разбираем они просто предельно трудные нужно привыкнуть к этому образу мычления и так далее я вам скажу по секрету что, скажем смысловое философское значение споров мудрецов, оно практически не разработано я и занимаюсь больше, скажем, 30 лет наверное вот этой темой, есть многие наработки и все но, как правило, это остается, в общем-то за пределами Ишивы так или иначе оказывается, что это довольно трудно для восприятия если мы с вами по статье или там из моего рассказа составляем какую-то картину более-менее нам понятную то это огромный успех я вас уверяю хорошо давайте мы если есть какие-то вопросы пожалуйста вот да а так мы уже с вами исчерпали лимит времени если что-то хочется спросить я готов ответить ну хорошо ладно будем считать, что все все понятно вот остается пожелать только хорошего праздника замечательного я надеюсь, что нам удалось немножко привнести смысл дополнительный в этот праздник сделать его еще более светлым очень надеюсь и все наши дальнейшие обсуждения через переписку через сайт пожалуйста все, что могу с удовольствием постараюсь сделать сейчас я выключаю запись да вот да, окей ну вот Натан выключился да хорошо ладно всем всего самого замечательного и